Снова привет, вы на бойцовском канале в Ударе. Абсолютный чемпион суперсреднего веса Сауль Альварес высылся о бою против Эдгара Берланги, который анонсировали вчера на 14 сентября. «Я очень рад этому бою», — сказал Канелло. «Для меня это очень волнительный поединок, потому что я всегда устраивал незабываемые вечера бокса. Горжусь тем, что вношу свой вклад в это наследие, а встреча с таким противником, как Эдгар Берланга, добавляет еще больше волнения и значения этому событию», — сказал Канелло. Эдгар Берланга, в свою очередь, сделал также заявление о бою с Канелло. «Я шокирую мир и нокаутирую Альвареса», — говорит Берланга. «Это возможность всей моей жизни. Я заслуживаю быть здесь. Я покажу мастерское выступление и нокаутирую Альвареса 14 сентября. Я докажу, что мое наследие превосходит мексиканский бокс», — говорит Эдгар Берланга. Также у Сауля Альвареса велись переговоры с двумя средневесами — экс-претендентом из Британии Крисом Юбинком и экс-чемпионом из США Джермалом Чарло. Промоутер Юбинка Бен Шалом уже рассказывал, почему Крис Юбинг не сумел договориться с Канелло. Команда мексиканца просто не смогла удовлетворить те запросы Криса, которые он считал приемлемыми для боя такого масштаба. «Верю, что этот бой еще состоится, но точно не в сентябре», — говорит функционер. Промоутер утверждает, что были разговоры о том, чтобы сделать этот бой 21 сентября в Британии частью ивента Энтони Джошуа Дэнил Дюбуа. Но, понятное дело, в такой идее не было никакого смысла. «Все еще может измениться, но Крис Юбинг чувствует, что это большой бой, а значит и гонорар для него должен соответствовать», — говорит промоутер. Другой функционер Оскар Делла Хоя высмеял свою бывшую суперзвезду мексиканца Сауля Альвареса. 14 сентября Канелло Наатима Байл-Арена даст бой Пуэрториканцу Эдгару Берланге. Делла Хоя называет это «боем, которого никто не просил». Болельщики после этого начнут не уважать Канелло за то, что он избегает Дэвида Бенавидиса. «Я уже не говорю о том, что параллельно пройдет турнир от UFC», — говорит Делла Хоя. Также Оскар Делла Хоя отрицает слухи о том, что экс-чемпион мира, боец этой же весовой Хайме Мунгия, ушел от него в топ-ранк Боба Арума. «Нет, неправда. Он с Golden Boy просто проведет один бой. Свой следующий бой на ESPN. Просто один бой на другой платформе», — говорит промоутер. Кстати, сегодня назвали второй по значимости бой 14 сентября, после поединка Канелло Эдгар Берланга. В этот день 41-летний чемпион мира Эрислан Диллара даст бой покорителю двух дивизионов 36-летнему американцу Дэнни Гарсии. Впервые об этом поединке заговорили еще летом 2022-го. Экс-чемпион в суперлегком и полусреднем дивизионах Гарсия смог добиться этого поединка. Переговоры шли тяжело, несколько раз приостанавливались. Боксеры договорились провести поединок летом прошлого года, а затем перенесли ивент на осень. Бой так и не состоялся. Бойцы в последнее время выступают редко. В марте Лара побил обязательного претендента, австралийца Майкла Зарафу. Гарсия же в декабре 2020-го года не сумел отобрать два титула у чемпиона полусредневеса Эррла Спенса. В июле 2022-го года в лимите первого среднего веса Дэнни побил американского экс-претендента Хозе Бенавидеса. С тех пор боев он не проводил. Вот такие вот новости на сегодня, друзья. Пишите в комменты, что вы обо всем этом думаете. Ну а с вами, как всегда, был бойцовский канал ВУДАРе. Подписывайтесь и ставьте пальцы вверх.